Приветствую вас. Омальное поведение, страх быть отверженной, неуверенность в собственных чувствах, излишняя рационализация. Вот то, как можно характеризовать вас. Ну, в том, что касается первого пункта, я думаю, вы сможете сами об этом почитать в интернете. Это детская стадия, когда ребенок не может некими действиями, активностью, протестом, против того, что ему не нравится. Показать, отстоять своим интересам. Это вот как раз таки тот момент, когда ребенок, как бы, наказывает своих родителей, на тот момент, единственных людей, с которыми он взаимодействует, наказывает за то, что они подавляют его интересы, ну, собственно говоря, через игры с естественными нуждами. В литературе это описывается, как, например, искусственно созданный запор, или наоборот, недержание. Во взрослой жизни это проявляется в том, что человек молчит, не высказывает мое чувство, но вот вызывает у людей такое гнетущее ощущение, гнетущее чувство, может быть, вины, долга, ощущение, что человек у всех что-то должен ему, ну, самому, кто так себя ведет. Вот. Естественно, это чистый, немного утрированный тип, но я думаю, что к вам он какое-то отношение сложен имеет. Почему-то вы не считаете свои чувства тем, что достойно выражения. Почему-то вы, мне кажется, стыдитесь даже своих чувств, своих переживаний, своих эмоций. если у вас вот это ощущение стыда, недостаточности, ценности их, ваших чувств, я имею ввиду. И, конечно же, это очень сильно влияет на то, как вы взаимодействуете с людьми. Ведь с людьми взаимодействуют люди именно с искренностью, именно с чувством, не с интеллектом, а именно чувством. Вот, вы говорите, вы говорите о том, что, значит, хотите, чтобы люди с похожими проблемами вам здесь ответили, и чтобы вы смогли с ними как-то контактировать. Ну, идея, конечно, хорошая, но вы забываете о том, как устроено общение. Может быть, и не знаете вовсе. Я вам расскажу. Общение, как понятно из этого слова, строится на чем-то общим. Общее, это то, на чем выстраивается фундамент здания общины. Если у людей общими будут только проблемы, а это именно то, на основании чего вы предлагаете общаться, то люди только будут делать, чтобы создать проблемы. Не дай бог, если эти проблемы разрешатся, и общаться сразу станет нечем, потому что других интересов нет. А здесь очень важно понять, что общение во взрослой жизни выстраивается. Выстраивается за счет того, исключительно, что нравится вам, что ценно вам, что хотите вы, чем интересуетесь вы, чем вы искренне увлекаетесь. И вот на основании этого с другими людьми эмоций будет возникать общение. Общение происходит в результате того, что я чем-то делюсь. И вот здесь мы переходим к следующему пункту. Страху быть отверженным. Страх быть отверженным появляется тогда, когда отказ не общаться воспринимается на свой шифт. Вот со мной общаться отказались, ну, я думаю, что я какой-то плохой. Вот тут вот в соседней теме, ну, как в соседней, я не знаю, насколько она соседняя, ну, в общем, недалеко эта тема должна быть, написано, что описываются проблемы, где психотерапист отказывается от клиентов. Ну, вполне себе рядовая, в общем-то, ситуация. То есть, терапевт видит, что помочь клиенту не будет, и отказывается от него. Клиент испытывает боль. То есть, клиент воспринимает на свой счет, отгаз психотерапевтов не поработает. То есть, вместо профессионального общения, здесь уже излишне личное, что говорит о том, что клиент к психотерапевту привязался. Вот, и они, соответственно, не воспринимают как просто профессиональный шаг то, что психотерапевт работать с клиентом больше не хочет. И, собственно говоря, собственно говоря, старается для клиента таким образом. Потому что, если психотерапевт отказывается, значит, он не может больше клиенту помочь. А раз так, то дальнейшее общение будет только вредно. А специалист этого допустить не может. Так вот. Именно восприятие на свой счет отказа общественно отказа взаимодействовать с вами является основанием для страха быть отверженным. Но почему человек воспринимает на свой счет то, что с ним не хотят общаться? Причины у этого несколько. Первое. это не сформированные личные границы. Говоря о личных границах, я имею ввиду ответственность личную. Границы или пределы, это самая личная ответственность. Где моя ответственность, где твоя ответственность. А что отвечаешь я? А что отвечаешь ты? Где я? Где ты? Этой границ у вас нет. Им она очень глава. Ну, что что вы закрыты от всех, это говорит не о границах, это говорит скорее о таких, знаете, шипах, которые, в общем-то, представляют собой не защиту, а такую, знаете, крепость, которая находится постоянно, ну, находится в постоянной готовности к войне, вот, это ни в коем случае не те границы, вот, так что ваша закрытость ни в коем случае не говорит о том, что личные границы вы знаете свои и знаете, где они заканчиваются, начинаются границы другого человека, вот, поэтому личные границы, это первое, да, и второе, это неуверенность в себе, почему неуверенность в себе, ну, потому что у закрытых людей, чем больше человек закрыт, тем больше он находится, соответственно, в себе, в своей собственной реальности, и больше человек находится в своей собственной реальности, тем больше он отрывается от объективной реальности за счет того, что ни одна его мысль, ни одна его потенция не реализуется, то есть не принимает все-таки реалистичные ассертания, человек не может получить обратную связь от того, что он делает, и в этом случае, в этом случае, естественно, раздается неуверенность в себе, то есть, а как будет так, а как будет так, а как будет так, а вдруг будет так, да, неуверенность в себе, ни отсутствие выбора по поводу того, что я буду делать с тем, в чем я неуверенно, или что я считаю, там, в себе плохим, недостатком и прочее, 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 прочее. Вот. Вот из таких вещей и складывается страх быть отверженным. Страк быть отверженный складывается из негативных эпизодов в детско-родительских отношениях, когда родители на какое-то время оставляли вас, и вы считали, что вас бросили. Вы думали, что вас именно бросили, потому что вы какая-то не такая. Вот. Я не думаю, что тот факт, что вы потеряли своего отца, как-то именно эта ситуация сильно изменила. У вас это было и до ответа. Да, травма от потери, возможно, есть, но, как бы, глобально эта ситуация не изменила. Вот. И с точки зрения профессиональной психотерапии, вам нужно именно работать над своими чувствами и учиться их выражать. Вот. После чего уже смотреть, что вам интересно и двигаться в эту сторону, и уже там, в шфере, где вам будет что-то интересное, в шфере, где вы будете хотеть чего-то достичь и реализоваться, искать людей, которые разделили бы ваши взгляды. Вот. Только так и никак и начали. Это вы предлагаете. Предлагаете, это, по сути, такой, знаете, хорошенький суррогат. Вот. Который может стать для вас еще больше ярким. Нет, вы, безусловно, молодец, что написали на форум, безусловно, молодец, что пришли сюда. Вот, поскольку вы пишете, что вам это было сделать трудно. Но, вот что странно, вы задаете вопрос специалистам, а при этом обращаетесь как будто бы не специалистам. Ну, потому что специалист не будет общаться с вами, как друг. Вот. По крайней мере, до сих пор пока не будет завершена психотерапия закончена психотерапия. Вот. Поэтому здесь немножечко стран, к кому вы, собственно, обращаетесь. Если специалистам, то профессиональные рекомендации вам будут именно такие и такие. Ну, а если вы обращаетесь к людям с такими же проблемами, то я не думаю, что вы выбрали правильную для этого категорию. На этом все. Я надеюсь, что Бог помог вам. Если у вас однили желания, вы можете обратиться к любому специалисту и начать с ним психотерапию. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет прозрачена.